Среди многочисленных литературных проектов для массового читателя последних лет особое место занимает творчество Бориса Акунина. На сегодняшний день это один из самых популярных и читаемых авторов. 20 мая 2021 года исполняется 65 лет со дня рождения Григория Шаловича Чхартишвили, более известного под литературным псевдонимом Бориса Акунина. Публиковался также под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусники. Это известный и талантливый писатель, литературовед, переводчик, общественный деятель, имя которого сегодня хорошо известно как в России, так и за ее пределами. Его книги переведены на десятки языков, множество из его романов экранизированы. Как говорит сам Борис Акунин, творчество для меня это игра, игра по определенным правилам, часто серьезная игра, потому что с одной стороны переводческая работа приучила к дисциплине, с другой я не считаю себя писателем с большой буквы, которая томится в ожидании вдохновения. Сочетание Б. Акунин кому-то покажется легкой издевкой над знаменитым русским революционером середины 19 века Михаилом Бакуниным. В книге «Алмазная колесница» Чхартишвили дает читателям долгожданную расшифровку своего писательского псевдонима. В японском языке это слово означает следующее. Акунин – это злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него свои правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями закона, но за свои правила Акунин не пожалеет жизни, и потому он вызывает не только ненависть, но и уважение. Борис Акунин написал много интересных и увлекательных произведений. Некоторые книги представляют собой детективные истории, другие романы наполнены фантастикой или пронизаны духом истории. Благодаря такому разнообразию жанров в творчестве писателя, каждый читатель сможет найти себе книгу по душе и по вкусу. Детективы Бориса Акунина обладают несомненными художественными достоинствами, прекрасной стилистикой, интересным сюжетом, интригой, легким и веселым ритмом. Его книги интересно читать и оторваться от них подчас весьма непросто. Интеллектуальный читатель найдет в произведениях писателя всевозможные цитаты и аллюзии, намеки на известные исторические и культурные события, насладиться блестящими стилизаторскими способностями автора. Борис Акунин стал известным благодаря своим романам об Эрасте Фондорине, сюжеты которых привлекают даже голливудских режиссеров. Сам же автор, словно не замечая славы, отмечает, «Я исхожу из того, что художественная литература вообще дело безответственное. Как только писатель начинает проникаться ощущением своей значимости, ответственности перед современниками и потомками, сразу получается какое-то занудство и ерунда». Многие книги мастера исторического детектива выходят в различных сериях. «Приключения Эраста Фондорина», «Приключения Магистра», «Приключения Пелагии», «Смерть на Брудершафт», «Жанры», «История Российского государства» и другие. Первой работой автора, изданной под псевдонимом Борис Акунин, стал нашумевший роман «Азазель» из увлекательнейшей серии «Приключения Эраста Фондорина». Время действия в книге – 1876 год. Юный Эраст Петрович удачлив, бесстрашен, благороден, привлекателен, служит в полицейском управлении письмоводителем, но по долгу службы сталкивается с запутанным делом. Он принимается за расследование. Странное самоубийство студента, наследника крупного состояния, приводит Фондорина к крупной подпольной организации, в которой замешаны весьма влиятельные лица. Из серии «Приключения Эраста Фондорина» читатели могут познакомиться и с другими, не менее захватывающими книгами, например, «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть Ахиллеса», «Особые поручения», «Статский советник», «Коронация» или «Последний из романов», «Любовница смерти», «Любовник смерти», «Нефритовые четки», «Весь мир театр», «Черный город», «Планета вода». Необычайно интересны и романы из серии «Приключения Пелагии», повествующие о приключениях монахини, живущей в начале 20 века, в Заволжской губернии, написанные в жанре исторического детектива с элементами фантастики. Главная героиня этих историй – Пелагия, демонстрируя острый ум и феноменальную прозорливость, раскрывает весьма запутанные загадки и сомнительные криминальные события. В этой серии читатель может познакомиться со следующими произведениями – «Пелагия и белый бульдог», «Пелагия и черный монах», «Пелагия и красный петух». Сам автор так говорит о своей книге. «Это детектив женский, а мне естественнее чувствовать себя в мужском качестве. Женская методика расследования слишком отличается от мужской. Эрас Петрович Фондорин – человек логический. А Пелагия действует скорее интуитивно, хотя, конечно, не забывает и про логику. Борис Акунин пробует писать в различных жанрах, и ему это блестяще удается в серии с таким же названием «Жанры», где каждый из видов литературы представлен отдельным произведением. Все книги этой серии отличают закрученные сюжеты, интересные герои, что снова дает нам возможность насладиться отличным стилем писателя. Роман «Батальон ангелов» из цикла «Смерть на Бурдершафт» посвящен трагической истории первого в России женского батальона смерти, который был организован во время Первой мировой войны. Цикл «Смерть на Бурдершафт» состоит из десяти повестей в экспериментальном жанре роман-кино. Сам Борис Акунин так пишет о своем эксперименте. «Что это за жанр? Я придумал его сам, так что это мой очередной эксперимент с моими бедными читателями. Я знаю, что им от меня нужно только одно, чтобы я сочинял книжки про Эраста Фандорина и не отвлекался на всякие глупости. Но так уж я устроен, что мне необходимо все время пробовать что-нибудь новое. Пусть у читателя воображений включится собственный кинопроектор. С этой целью я изобрел всякие незаметные глазу штуки и фокусы. Если, читая «Смерть на Бурдершафт», вы мысленно увидите кинокартинку, значит метод работает». В цикле «История российского государства» Борис Акунин предлагает читателям познакомиться с историей нашего государства. Данная серия книг основана на изученных материалах ведущих историков нашего Отечества. К каждой части истории государства Борис Акунин прилагает художественное произведение, сюжет которого проходит в тедалекие времена. Одно из произведений этой серии – сборник рассказов «Бог и Шельма». «Бог и Шельма» – это не учебник истории, поданный в виде художественного рассказа, а основанный на достоверно известных исторических событиях фантазии автора, представленные в историческом контексте. Кроме произведений, увидевших свет в сериях, у писателя немало и отдельных произведений, например, «Сказки для идиотов», «Чайка», «Кладбищенские истории», «Инь и Ян» и другие. Читайте Бориса Акунина. Пробуйте открывать для себя этого удивительного автора, подарившего нам так много интригующих и увлекательных произведений, поражающих разнообразием жанров и таких непохожих друг на друга, но читающихся на одном дыхании.